Познание начинается с удивления, сказал Аристотель, а показать и доказать решила наша программа. Рубрика «Поехали» закончила путешествие по памятникам транспорта в Автограде и теперь отправилась в тур по необычным монументам. О том, мимо чего вы прошли мимо, не заметив или заметили и остались в недоумении, расскажем и покажем с Дмитрием Кравченко. Первая остановка у третьей стоматологической поликлиники. Именно здесь символично расположился памятник зубу. Медики давно мечтали о профессиональном символе и, наконец, в июле этого года он появился у входа по инициативе главного врача. К тому же в парадном виде, в элегантной шляпе, с тростью и в очках. Эта скульптура поднимает настроение. Люди фотографируются на этом фоне. Они расслабляются от этой скульптуры. И поэтому проходят нашу поликлинику и, не боясь, после этого лечат зубы. Замечательная идея. Возле каждого предприятия, если было бы такое, мы знали, о чем идет речь. Трудно разглядеть с одного раза, особенно вечером, когда темно или рано утром. Следующей станцией на пути нашей съемочной группы стал памятник челнокам у Тулпара на Московском проспекте. Его установили два года назад. С такой идеей выступил президент компании Тулпар и Союза торговых предприятий республики Наиль Сулейманов. Мужчина и женщина с большими сумками, груженными товаром, это первые предприниматели, челноки. Они символ кризисных 90-х. Люди, которые не отвернулись при надвигающейся новой эпохе, а буквально взяли все в свои руки. Все это прошел я. Чем только не занимался, все торговлей. Но этот памятник, я всегда прохожу, думаю, вот ходили, тележки таскались. Вот вратары, ни камеры хранили, ничего не было. А сейчас, дай бог. Раньше, когда-то в 90-е годы, люди ездили с такими сумками. Мы можем напомнить нашим деткам, с чего начинался рынок. Они ведь не знают об этом вообще, как челноки ездили на автобусах. По словам горожан, монумент расположен в нужном месте, в самом центре рынка и навевает то веселые, то грустные мысли о прошлом. Это первый и единственный памятник челнокам в Поволжье и пятый в России. Виктория Евсеева, Дмитрий Кравченко, Челны 24.